Это был роковой день. Лос-Антос еще никогда не сталкивался с такой бедой. Из-за мощнейших подземных толчков, огромный древний вулкан пробудился. И теперь угрожает всему человечеству. Вместе с Лестером мы взяли все необходимое оборудование для замеров вулканической активности и подлетели прямо к жерлу вулкана. Когда вся работа была завершена, мы отправились обратно в город, чтобы провести анализ замеров. Но кое-что в корне поменяло наши планы и поставило под угрозу нашей жизни. Призраки, вы часто спрашиваете меня, в какие игры я играю помимо GTA 5. В данный момент я начал активно играть в Barwee Home Mobile. Это та же самая GTA 5, только на вашем смартфоне и в мире, где ты сам решаешь, кем тебе стать. Будь обычным рабочим, доставщиком еды, полицейским, военным или бандитом. Я вот, например, стал предпринимателем и скупаю дорогие бизнесы. И что самое удобное, поиграть я могу в любом месте. Необходим лишь стабильный доступ в интернет на моем смартфоне. Вы знаете, как я люблю тачки. И именно на Barwee Home я нашел безумно проработанные машины из реальной жизни. И, конечно, на каждую из них добавим свой эксклюзивный тюнинг. На Barwee Home тебе никогда не будет скучно, ведь каждый день там играют десятки тысяч человек, с каждым из которых ты можешь пообщаться, используя голосовой чат. Прямо сейчас я оставил для тебя подарок на Barwee Home 120 тысяч долларов и BMW M5 F90. Чтобы его забрать, вводи мой промокод ГОСТ уже в игре и окунись в настоящую криминальную Россию. Ссылочку на скачку игры я оставил для тебя в описании под этим роликом. Обязательно загляни туда. Ох, блин. Ох, что произошло нафиг? Ох, я хоть жив? О, вроде да. Вроде все чувствую. Так, поднимайся давай. Фух. Ох, блин. Что за фигня? Оу. Блин, ты дурак что ли? Нафига меня сбиваешь? Ох, Лестер! Блин, Лестер! Вставай, дружище! Сейчас помогу тебе. Давай, давай. Держи руку, Лестер. Все, молодец. Фух. Пойдем отсюда быстрее. Я надеюсь, ты ходить-то можешь? Немного прихрамывает. Ну ладно, ничего страшного. Так, нам бы где-нибудь спрятаться. Под крышей прямо лучше. Да, вот тут, например. Здесь бы было прям... Ох, неплохо. Хотя на заправке сейчас упадет какой-нибудь камень. Опять-то мы просто взорвемся. Ладно, здесь все равно всяко безопаснее, чем стоять на улице. Давай, Лестер! Быстрее, дружище! Фух. По-моему, на наш вертолет только что упал просто какой-то гигантский камень. Я думал, мы погибнем, если честно. Ох! Блин! Так все ведь данные, которые мы записали, были на том вертолете! О, нет! Нет-нет, я совсем об этом забыл. Не волнуйся, Фрэнки. Не волнуйся. Я скинул все данные, как только мы их собрали. На свой компьютер. Все, что нам нужно сделать, это сейчас просто добраться до дома. Да ну, Лестер, ты прикалываешься? Ты реально... Ты реально скинул их? Так... Так чего же мы ждем, блин? Давай быстрее в тачку и поехали отсюда! Вот в эту, например... Так, ладно, сейчас вскрою, закрыто... Вот, отлично! Все, давай, Лестер, поехали! Нужно быстрее добраться до дома тогда и прочитать все, что мы смогли записать там. Да, Лестер. Ну ты, конечно, и гений, блин. Я думал, все пропало. И все, что мы сделали с тобой, сегодня было просто напрасно. Все, что мы записали. Блин, капец, какие последствия понесет этот апокалипсис. Я просто в шоке, честно говоря. Я еще никогда не сталкивался с вулканами. И тем более с такими безумными выбросами метеоритами из этих вулканов. Прямо из жерла. Интересно, может ли лава эта просто распространится по всему Лос-Антосу? Слушай, Фрэнки, я на самом деле это и собираюсь узнать. Если честно, мне кажется, что остановить вулкан уже не получится, но... Мне нужно отсканировать, как много лавы из него может выбраться. И если вдруг ее выберется очень много, то нам придется скрываться где-нибудь, чтобы выжить. Ты меня понимаешь? Ну, если честно, не совсем. Что ты имеешь в виду очень много лавы? Это на сколько? Настолько, что хватит весь город затопить в ней. От самого центра и до самой окраины. Нет, погоди, ты прикалываешься сейчас, верно? Не может же такого быть! Откуда столько лавы возьмется? Ее просто не может быть столько в этом вулкане! Да уж, дружище, я вижу, ты ничего не понимаешь в вулканах. Магма находится под землей. Ее там может быть столько, что хватит затопить всю сушу вместе с водой даже. Все океаны затопит. И будет лишь одна магма. Эм, это серьезно? Погоди, тогда все еще хуже, чем я даже мог подумать. Ох, ладно, Лестер. Давай ты меня не будешь просто пугать. Сейчас заедем домой. Ты проведешь свои исследования. И мы решим, что делать. Ладно, Лестер, хорошо? Все, пойдем. Пока все вроде успокоилось. У нас есть хотя бы немного времени, как мне кажется. Давай, блин, садись и все тут проверяй. Да уж, как он вообще во всем этом разбирается, я не пойму. Какие-то датчики непонятные. 5,2 амп... 5,2 амплитуда? Это типа землетрясения такой силы только что было. Ай, ладно, все, я не буду во всем этом копаться. Лучше пойду отдохну немного. Фух, дух хотя бы переведу. Ну что ж, ребята, вот только сейчас я смог хотя бы немного успокоиться и поговорить с вами. Знаете, у меня есть один очень важный вопрос к вам. Вот как вы думаете, может ли вообще вулкан уничтожить землю? Может ли он быть такой силы, такой силы извержения, что просто весь Лос-Антос, весь остров будет уничтожен? Напишите об этом в комментариях, если вы разбираетесь. Я думаю, многие из вас знают что-то про вулканы, возможно, прочитают сейчас. Вот, ребята, если вы реально что-то знаете, напишите вообще, насколько опасны такие извержения. Просто я пока что даже этого и представить не могу. Ну и, конечно же, ребята, я надеюсь, что вы уже поставили лайкос под этим роликом, потому что я для вас очень сильно постарался и записал вот еще одну новую серию про наши вулканы. Как и обещал. И если вы, ребята, захотите увидеть третью серию, вам нужно будет поставить под этим роликом лайк и снова набрать всего лишь 10 тысяч лайков. А также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, те, кто еще не подписан. Здесь каждый день выходят новые интересные ролики по GTA V, так что тебе тут, я думаю, понравится. Фух, честно говоря, на улице находиться даже не очень приятно. Кажется, что вроде бы свежий воздух, да, но он нифига не свежий, потому что здесь падает этот пепел. Все просто в этом пепле. Невозможно дышать. Мне кажется, можно просто погибнуть от количества углекислого газа и сероводородов в воздухе прямо сейчас. Так, ладно, Лестер, что там, закончил, нет? Ну что, Лестер, получилось что-нибудь узнать? Какие у нас там шансы на выживание? Есть ли хоть какая-то возможность уцелеть? Ох, Фрэнки. Честно говоря, все даже хуже, чем я и думал. В общем, я отсканировал данные, которые мы с тобой смогли собрать там, над вулканом. И у меня получилось определить, что прямо сейчас вулкан находится в первой стадии активности. И работает он на 1% от своих возможностей. Это означает, что он может работать в 100 раз мощнее. А если он будет работать в 100 раз мощнее, то весь Лос-Сантос поглотит магма. Не будет ни одного живого места, за исключением правой части острова. Ах, все очень плохо. Максимально. И... Подожди, что это значит? Это значит, что мы все погибнем или есть хоть какие-то шансы на спасение? Объясни мне, я ничего не понимаю. Слушай, Фрэнки. Шансы есть. Но тогда нам придется провернуть еще кое-что невозможное. Нам нужно будет подобраться вплотную к этому вулкану. А даже желательно спуститься куда-нибудь под него. И попробовать там проложить взрывчатку. Причем необычную. Специальную взрывчатку. Есть небольшая вероятность, что детонация позволит успокоить жерло вулкана и остановить его извержение, просто завалив его. Конечно, сделать это будет крайне непросто. Ты даже не представляешь, насколько сложно. Температура в этом месте, куда нужно будет пробраться, достигнет примерно, я даже не знаю, ну, 200, может быть, градусов. Находиться долго там просто нереально. Нужно будет как можно быстрее заложить взрывчатку и выбираться оттуда. И кажется, отправиться тебе придется в одиночку, потому что... Ну, я просто не проберусь к жерлу вулкана. Мне кажется, я там споткнусь где-нибудь, меня завалит еще, не дай бог. В общем, я все это время буду помогать тебе извне. Я отправлюсь вместе с тобой, но буду ждать тебя у транспорта, на котором мы туда отправимся. Буду подсказывать, если вдруг что-то пойдет не так. В общем, если ты готов, я беру взрывчатку и мы выдвигаемся. Нужно лишь твое согласие. Ох, блин. Я... Ребят, я даже не знаю. Ну, что еще поделаешь. Надо спасать Лос-Антос. Поэтому... Да. Да, Лестер. Я отправляюсь. Бери взрывчатку и погнали как можно быстрее к жеру вулкана. Покажем ему, кто здесь хозяин в этом городе. Еще не разу Лос-Антос был не уничтожен полностью. И не будет и сегодня. Лестер, а ты уверен, что эта взрывчатка настолько мощная, как ты говорил? Похоже на обычную С-4. Ну, а ты попробуй ее взорви. Ну, давай, прям в руках, я посмотрю. Дурень. Я надеюсь, что наш план сработает. Я надеюсь, что все-все получится. Ладно, вперед. В общем, посовещались мы с Лестером и пришли к единому мнению. Класс этот тротил мы будем в туннеле, который проходит прямо в этой горе. Ну, точнее, в вулкане. Раньше там ходили поезда, но сейчас, я думаю, им там точно делать нечего. Да и, скорее всего, рельсы уже просто расплавило из этой температуры. В общем, ребята, выдвигаемся мы туда и будем пробовать сделать хоть что-то. Но вы сами понимаете, насколько это, блин, будет опасно. Я надеюсь, ребята, что вы уже прожали лайк под этим роликом, потому что сейчас я буду максимально сильно рисковать. И мне уж точно понадобится ваша помощь. Капец, какой здоровый вулкан. Вы просто посмотрите на его габариты. Ох, сейчас всё человечество просто зависит от меня и Лестера. Ну и, конечно же, ребята, от ваших лайков. Но я надеюсь, у нас всё получится. Я надеюсь, у нас получится остановить этот апокалипсис. Ну, а если нет, то хотя бы посмотрим на то, как лава у нас поглощает весь город. Блин, капец! Снова подъезжаем ближе, начинают падать эти метеориты. Так, ладно, надо проезжать как можно быстрее. Нельзя ни в коем случае останавливаться. Мы уже очень-очень близко. Так, койот. Чуть на койота не наехал. Сейчас налево. Всё, сворачиваем. Лестер, ты там держись, главное. Чувак, ты куда, блин, пошёл? Надо наоборот от вулкана убегать. Так, по этой горе. Я думаю, по этой горе можно будет проехать как раз-таки близко к этому туннелю. Где я и заложу этот тротил. Офигеть! Ох ты, блин, уже жарко становится. Очень жарко. Так, ладно. Всё, собрались. Давай, Лестер, держись, дружище. Ну всё. Дальше пешком. Капец, здесь всё в этом дыму. Офигеть просто. И жара, просто безумная жара. Электричество уже, конечно же, не работает. Так. Лестер, мне куда заходить? Где ложить эту взрывчатку? Как глубоко? Слушай, примерно на глаз. Зайди метров на 50-75 вглубь и просто положи её там. Ложи с двух сторон, чтобы взрыв был равномерным. Окей, дружище, я тебя понял. Так, начинай установку. Всё, кладу взрывчатку понемногу. С каждой стороны. Вот здесь вот ещё. Отлично. И ещё одну вот тут. Через 10 метров ещё можно положить. Давай вот сюда на пол. На стену. Отлично. И ещё наверх вот так. Всё, хорошо. Ещё вот сюда. Блин, да везде вообще поставлю, где только можно. Я надеюсь, этого взрыва точно хватит, чтобы здесь всё успокоить. Этот вулкан. Надеюсь, что не произойдёт обратная реакция. Давай ещё чуть-чуть. Наверх. Вот так, блин. Со всех сторон. Ну всё, я думаю, хватит. Лестер, я поставил всю взрывчатку. Думаю, время сваливать. Детонатор ведь у тебя? Да, да. Выходи оттуда. Выходи через другой бок. Я буду ждать тебя там. Подгинал машину прямо туда. Всё, хорошо, Лестер. Я тебя понял. Выбегаю. Йоу. Эй, блин. Чё происходит? Чё происходит? Звётрясение. Эй. Лестер. Лестер, блин. Чё происходит такое? Кажется, вулкан переходит во вторую стадию. Блин. Мы, кажется, не успели с тобой. Выбегай оттуда быстрее. Беги изо всех стил. Спасайся. Вулкан может взорваться в любую секунду. Лестер, я почти выбежал. Тут всё трясётся. Такое чувство, что сейчас весь потолок обвалится. Лестер. Лестер, ты меня слышишь? Лестер, ты меня слышишь? Капец. Как меня придавило. Ох. Где я, блин? Ох. Давай. Поднимайся. Вот, отлично. Фух. Вертолёт? Значит, мне это не приснилось. Лест... Лестер? Лестер, что происходит? Как ты меня... Как ты меня забрал на этом... Вертолёте? Откуда он у тебя? Дружище, ты, кажется, спас мне жизнь. Меня там завалило чем-то сверху. Я даже и понять не... Не успел. Чего? Это... Это всё лава? Лестер... Мы... Мы не успели? Пару... Пару минут нам не хватило, чтобы довести всё это дело до конца. Офигеть. Ну что ж, ребят. А вот и извержение вулкана. То самое, которое должно было произойти. Вы просто посмотрите, что стало с этим местом. Всё в лаве, и в лава продолжает прибавляться. Скоро она затопит весь Лос-Антос, и больше ему ничего не поможет. Если, конечно, ребята, эта катастрофа вдруг не остановится каким-то магическим образом. Я не знаю. В общем, ребята, если вы захотите увидеть продолжение этого сериала, мини-сериала, последнюю серию, то обязательно поставьте лайкос под этим роликом прямо сейчас, ребята. И как только мы наберём 10 тысяч лайков, я запишу продолжение, где мы попробуем что-нибудь сделать с этим происшествием. Как-то, может быть, вернуть Лос-Антос к прежнему виду. Избавиться от этого гигантского вулкана. Ну и, конечно же, не забудьте подписаться на канал, если вы тут впервые, и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики на канале, которые выходят тут каждый-каждый день. Ну что ж, ребят, с вами, как всегда, был я, Жека Гост. Всем удачи, и до скорых-скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока.